Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второму посланию первого Верховного апостола Павла. И мы будем читать с вами 12 главу. О содержании этой главы. В этой главе апостол продолжает отстаивать честь своего апостольского служения. Он возвеличивает свое служение в то время, как другие чернили его. Все сказанное им, свою похвалу было сказано лишь с тем, чтобы оправдать себя и защитить честь своего служения, что было необходимо для его успеха. Во-первых, апостол напоминает о благоволении, которое Бог явил ему, и об оказанной ему чести, о том, каким образом Бог держит его в смирении и о том, какую пользу это приносит ему. Об этом говорится с 1 по 10 стих. Затем, далее, он, Павел, обращается к коринфянам с укором за имевшиеся среди них согрешения, обстоятельно описывая при этом свое поведение и свои добрые намерения относительно них. Об этом мы читаем с 11 по 21 стих. Итак, апостол напоминает о благоволении Божьем, какое Бог явил ему, и об оказанной ему чести. Но, по сути дела, он совершает апологию того служения, на которое был поставлен самим Христом. И мы читаем с 1 стиха и далее. «Неполезно хвалиться мне». Он не видит в этом пользу для себя. «Неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». То есть до этого в 11 главе он говорил о гонениях, о скорбях. А тут он касается вопросов, которые связаны с откровениями Божьими, которые были явлены ему. И он здесь не решается говорить о них, как о том, что он пережил сам. Поэтому он говорит немножко отстраненно. «Знаю человека во Христе», но он говорит о себе. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю. Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела – Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Амбразиастер пишет. «О себе, говорит Павел, что дважды вознесся сперва до третьего неба, затем до рая небесного, где сказал Господь о разбойнике на кресте, что будет он с ним в раю Отца, там, где находится Вышний Иерусалим, Царство Божие, Матерь всем нам, там был и Павел». Святитель Иоанн Златоуст пишет. «Итак, упомянувший об опасностях, искушениях, злоумышлениях, досадах и кораблекрушениях» – это то, что было в 11 главе, «приступает теперь к другому роду похвалы, говоря, знаю человека, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». «И знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». «Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалишь». И Златоуст рассуждает. «Велико это откровение, и не одно оно было, а и многие другие, но он упоминает об одном из многих. А что их было много, послушай, как о том, сам он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений». Это седьмой стих. И читаем с пятого стиха и ниже, апостол Павел рассуждает, «таким человеком могу хвалиться». То есть он как бы отстраненно говорит, как бы не о себе. Он как бы видит преимущество свое в том, что он знает такого человека. «Собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими». «Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину». То есть я ничего не выдумываю, говорит Павел. «Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня». То есть он сдерживает свое свидетельство о себе, чтобы кто-то не подумал о нем более, чем он есть на самом деле. А он считает себя грешником. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился». Из уважения к Павлу древнехристианские экзегеты говорили, а у него были проблемы с глазами. Какие тут проблемы с глазами? «Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился». Ангелы сатаны — это бесы, которые отвечают за страшные, тяжелые искушения. Блаженный Августин пишет. «Получается, что дьявол хорош, потому что полезен. Если Господь попускает ему этого ангела сатаны, то это для того, чтобы он не превозносился, Павел. Значит, какая-то польза есть». И Августин рассуждает. Получается, что дьявол хорош, потому что полезен. Напротив, он зло настолько, насколько он дьявол, но благ и всемогущ Бог, который способен зло дьявола обратить во множество справедливости и добра. «Ведь дьявол полагался лишь на свою волю, которой он и пытается творить зло, но он лишен провидения Божия». То есть дьявол не знает, что из этого получится. «Которые провидения Божия обращают его замыслы в добро». Это из трактата Блаженного Августина о книге «Бытия против манихеев». И афонский старец, известный святогорец Паисий, он даже говорил так, что такое зло? Это когда враг человека бросает прямо ему в лицо камень, а человек ловит этот камень правой рукой, левую засовывает в подрясник, вынимает орешки, начинает колоть этим камнем, сдувать кожуру и кушать эти орешки. Действительно, Августин совершенно прав. Бог попускает нам искушение от дьявола, от его ангелов, бесов с одной целью – все это обратить в добро. И Павел пишет, 8-9 стих, «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». То есть этого ангела, сатаны, который удручал его плоть, какие-то плотские, ненужные побуждения. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». И чтобы нам лучше понять, что это была какая-то серьезная проблема, в послании к кремлинам, 7 глава, с 22 по 24 стих, Павел пишет, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих, то есть в плоти, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Понятно, речь идет не о глазной болезни. В одном из гимнов Симеон Новый Богослов говорит о себе весьма необычно для автобиографической литературы. Симеон Новый Богослов пишет, «Я был убийцей, слушайте все, я был, увы, мне и прелюбодеем в сердце, и садомитом на деле и в произволении, я был блудником, магом и деторастлителем, употребителем клятв и истяжателем, вором, лжецом, бесстыдником, похитителем, горе мне, оскорбителем, братоненавистником, преисполненным зависти, сребролюбцем, наглецом и совершителем всякого другого вида зла. Да, поверьте, я говорю об этом правду без притворства и без лукавства». То есть Господь иногда попускает людям опускаться на самое дно, потому что для некоторых людей приходится достигнуть самого дна, необходимо, может быть, достигнуть самого дна, чтобы оттолкнуться и подняться наверх. Правда, не надо самому погружаться на дно, потому что можно и не вынырнуть. И в Евангелии от Матфея, 21 глава, 31 стих, мы читаем, «Который из двух исполнил волю Отца?» Говорят ему, первый, Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы впереди вас идут в Царство Божие». Почему мытари, блудницы впереди многих и многих идут в Царство Божие? У таких людей нет иллюзий относительно самих себя. И апостол Павел не испытывал никаких иллюзий относительно самого себя. И отцы церкви объясняют, если бы апостол Петр трижды не отрекся бы от Христа, он не смог бы стать лидером церкви, потому что он был бы чист, как ангел, а ангелы жестоки в своей чистоте и прямодушии. И отцы церкви объясняют, Петру было необходимо даже пережить вот это отречение, чтобы потом, когда он станет лидером церкви, он бы проявлял сострадание по отношению к каждому оступившемуся. И апостол Павел пишет, это уже 10 стих, «Посему я благодушенствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». «Немощен, тогда силен» — это название сегодняшней беседы. И действительно, сила Божия в немощи совершается. «Немощен, тогда силен». А если бы человек приписывал что-то своей силе, своему таланту, своему достоинству, он бы впал в гордость, как Люцифер, и превратился бы в дьявола. Далее апостол Павел обращается к коринфянам, с укором за имевшиеся среди них согрешения, обстоятельно описывая при этом свое поведение и свои добрые намерения относительно них. Об этом говорится с 11 по 21 стих. И мы читаем. «Я дошел до неразумия, хвалясь». Опять он понимает, что это безумие проповеди. «Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили, вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я ничто». А как это сообразуется? У него нету недостатков перед другими апостолами, но он ничто. А так и сообразуется, что сила Божия в немощи совершается. Признаки апостола оказались и пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами, ибо чего у вас не достает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Он извиняется в том, что он не просил с них денег, когда жил среди них. Он пользовался теми средствами в Ахае, в Коринфе, которые получил от Македонской церкви. И теперь он извиняется. «Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а в вас». Он не ищет их имений, их богатства, их рабов и так далее. Он ищет их самих для Христа. «Не дети должны собирать имения для родителей, но родители для детей». Эта тема повторяется. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». То есть любя их, он ничего от них не скрывает, он говорит о своих проблемах, и это может стать основанием для них менее любить его. Далее, 16 стиха и ниже. «Положим, что сам я не обременял вас, но будучи хитр, лукавством брал с вас». То есть я как бы ничего не требовал, но пользовался чем хотел. «Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам?» Он посылал для того, чтобы собирать помощь для Иерусалима. «Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Ни в одном ли духе мы действовали? Ни одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим перед Богом во Христе и все это возлюбленное к вашему назиданию?» То есть каждый проповедник Слов Божия он может принести назидание людям только тогда, когда будет говорить проповедь Самвона или проводить беседу как бы пред Богом во Христе с полным осознанием того, что от слов своих оправдается или осудится. Надо искать назидание верующим, не затруднять их какими-то высокопарными словами, философскими какими-то терминами. Зачем им это? Простота во Христе нужна. 20 стих. «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествию моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков». Сейчас, к сожалению, не только живущие в миру находятся в таком состоянии, но и целые монастырские сообщества, когда человек идет, чтобы отречься от мира, и он видит раздоры, зависти, гнев, ссоры, клеветы, ябедничают, гордость, беспорядки, там, где, казалось бы, должна проявляться святость. Павел продолжает, «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеяние и непотребстве, какое делали». То есть блудодеяние и непотребстве, какое делали, уже став христианами, для него это проблема. и возникает вопрос, если древние христиане находились в таких нравственных и моральных противоречиях, то как же тем более нам? Первое послание Коринфянам, 6 глава, 9 по 11 стих, «Или не знаете, что неправедное царство Божие не наследует, не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Надежда есть. Потому что последнее слово сохраняется за Богом. И апостол Павел, который был проповедником Евангелия, а Евангелие – благая или радостная весть, он вселял надежду в сердца этих людей, а не вергал их в отчаяние, в безысходность, как некоторые лжепастыри поступали в то время. Да, и в наши времена таких хватает. Итак, сегодня отцы, братья, сестры, мы просмотрели 12 главу 2 послания к Коринфянам. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 13-ю, последнюю главу этого послания первоверховного апостола Павла. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о наших беседах и берегите себя. Молитесь за то служение слова, которое мы совершаем на библейском портале к вашему назиданию и утверждению вере. «Экзегет» Продолжение следует...